всем привет друзья с вами снова александр сегодня я вам расскажу о коляске от компании easy walker об обновленной версии их очень знаменитой как на мой взгляд коляски harvey harvey 2 называется у нас колясочка комплектация 2 в одном соответственно будем с вами изучать как по мне на самом деле это одна из самых таких вот качественных колясок на рынке за те деньги которые она продается даже пускай мы возьмем сегмент в два раза дороже они не факт что будут чем-то лучше чем эта коляска поэтому очень рекомендую на нее обратить внимание посмотрите этот обзор до конца коляска действительно достойным поэтому готовьте чайочек садитесь поудобнее и будем с вами ее изучать соответственно изучать мы с вами начнем ее сверху вниз 1 я установил сюда люльку потому что изучаем все таки с рождения колясочку и для новорожденного нам нужна люлечка люлечка здесь действительно интересная она большая полноразмерная кстати точные характеристики размеры миллиметры сантиметры килограммы все это в описании к видео будет ссылочка на магазин первая коляска там целый столбец все четко расписано соответственно там можно это ознакомиться ну а мы с вами осмотрим это все визуально соответственно вот что из нас у нас представляет из себя люлечка у люльки достаточно большой козырек сзади у нас небольшое окошечко есть того чтобы можно было заглянуть ребеночку дополнительные вот такой вот козырек у нас есть который можно достать и убрать ручка для транспортировки все в эко-кожи вот эта ручка у нас тоже в эко-кожи причем хват такой приличный такой царский хват я очень люблю когда эко-кожа и толстая ручка мне так нравится соответственно ручка у нас регулируется по высоте и диапазон регулировки по высоте здесь просто какой-то не знаю нереальный вот смотрите внизу у меня рост метр восемьдесят шесть мне это пипец как низко поэтому посмотрите максимальная высота мои локти при моем росте становится под 90 градусов естественно это неправильно для гуляний на коляске не нужно опускать но запас от очень невысоких людей до очень высоких здесь полностью реализован поэтому имейте ввиду любой родитель с любым ростом подберет для себя высоту ручки также еще сейчас я это покажу здесь есть возможность опустить ниже и поднять выше сейчас уже на максимальном естественно положении поднята люлька но можно и опустить через поставки них и позже вам расскажу соответственно козырек у нас можно регулировать но регулировать вы можете его только в одном положении или подняли или опустили по-другому здесь никак не сделать кстати вот этот органайзер на текущий момент идет в подарок но точную информацию идет ли в тот момент когда вы будете ее выбирать для себя в подарок или нет проверяйте по ссылке в описании потому что он может не идти иногда идет это все зависит от этой компании дарит она и сейчас или нет соответственно что у нас люлечкой себя представляет у нас есть вот такая вот накидочка с высоким бортиком чтобы нам в лицо ребенку не задувало тоже очень приятный материал вы круче говоря с материалами здесь просто все шикарно вот люлька сама у нас ну как я уже говорил она достаточно большая вместительная очень тактильно приятные материалы у нас жесткое дно естественно но но не деревянное имейте ввиду матрасик полностью дышащий здесь каждый там сантиметров 7 у нас есть отверстие в общем летом ребенок преть не будет если повезло и лето например в том же петербурге будет теплым что маловероятно то ребенку будет хорошо потеть он особо не будет соответственно чтобы снять отсюда люлечку хватаем за ручку здесь у нас есть вот такой рычажок отжимаем все убираем стороночку тут у нас есть для того чтобы мы ставить могли на землю ножички все вставим все отлично а вот те самые проставки которых я вам говорил вот эти проставочки благодаря и мы можем опустить ниже или поднять выше что люльку что прогулочный блок здесь без разницы но есть один маленький нюанс в характеристиках сама шасси если мы ставим например прогулочный блок люльку на шасси без проставок конструкция вся выдерживает ребенка в 20 килограмм как только мы добавляем сюда проставки сразу уменьшается нагрузка на 15 килограмм поэтому имейте ввиду чем выше тем более худенький ребенок у нас должен быть соответственно вот эти адаптеры по необходимости используем так давайте сейчас поставим прогулочный блок посмотрим на него вот собственно прогулочный блок что себя представляет вот он такой достаточно большой вместительный места тут много естественно он реверсивный и по ходу и против хода можно ставить вот мы ставим его напоминаю пара проставки можно поднять еще выше под ножичкой и сразу же смотрите я поставил ее так горизонтально чтобы вы поняли какая здесь конструкция прогулочного блока она здесь гамаком то бишь не просто спинка плюхается назад и у нас ровное сиденье она вот какой формы была вот в таком виде опускается называется гамачком европейцы наоборот все например говорят о том что это полезнее кровообращение лучше что отток там крови ножки там типа вот так вот все лучше наши в россии любят же наоборот ровную поверхность на самом деле что так что так ребенку одинаково хорошо и здесь и здесь ребенок здесь нормально спит спинка у него нормально ровная ножки подумай что чуть-чуть вот так простоя тоже успел пою за эти такого рода коляску нормально все с гамаком я бы не парился на эту тему вообще так чтобы регулировать по наклону у нас вот здесь есть точно такая же ручка как и на люльки для того чтобы ее снять вот у нас здесь три положения вот соответственно смотрите на сам блок как по мне блоку этой коляски действительно царский очень высокая спинка хорошее большое сиденье сиденье но но действительно глубоко очень глубокая и ребенок не сползает с нее принципе вообще никаким образом вот смотрите у нас здесь подножечко все регулируется единственное чтобы я добавил в эту колясочку это в подножку сюда какой-нибудь вот именно вот в этой части прорезиненный материал чтобы губкой с мылом там быстренько помыть и все собственно никаких проблем бы я не испытывал но здесь к сожалению нету про резинки такой резиновой части но и эта ткань она достаточно легко чистится что касается безопасности пятиточные ремни мягкие накладки нас везде бампер в к коже как калиточка откидывается причем бампер не как-то близко прижимает ребенка вот так вот прям вокруг идет и пространство для ребенка никак не скрадывает хорошем месте ребенок так нормально держит в общем что касается бампера здесь все четко ну напоминаю блок реверсивный и по ходу движения и против хода движения можно его ставить так что касается багажника смотрите багажник тот царский на самом деле видно он очень большой он глубокий у него жесткое дно то бишь загрузить и ничего не провисает у него шикарный доступ это прям очень круто для меня лично багажник это второе что я смотрю в колясках многие города ежи доставка там еды еще что-то не мой случай я мог спонтанно зайти магазин чудом набрать что забыл накидать сюда три пакета никогда же не заходишь так чуть-чуть взять за это чуть еще наберешь в общем суть то что багажник здесь какой нужен все окей без вопросов тормоз кстати здесь тоже абсолютно нормальный оба раза вы нажимаете сверху не портите обувь в этом плане хорошо колеса здесь у нас полиуретановые они облегченные и спереди и сзади смотрите пока посмотрим с вами амортизацию давайте передние колеса оценим видите есть да давайте посмотрим на задние колеса на амортизацию тоже есть причем вся эта конструкция весит по моему 10 и 8 до 10 и 8 килограмм а это действительно легкая колясочка а как она едет это прям вообще сказка она очень хорошо в улице одной рукой она маневрена когда мы едем потом разбитые дороги она не гремит не стучит не крыхтит сборка короче говоря у нее талонная ей бы этой сборке имеют у поучиться бы более дорогим брендом ну да ладно давайте теперь посмотрим как это вся конструкция у нас складывается для этого нам нужно убрать прогулочный блок это у нас будет отдельная позиция сама же рама опускаем так например чтобы это все у нас получилось более компактно так собственно опускаем нас ручку здесь у нас есть рычажочек с кнопочкой вот так делаем и поднимаем все вот как у нас складывается вся конструкция по моему неплохо сейчас чтобы у вас не было вопросов я попробую сложить ее вместе с прогулочным блоком и вы увидите что получается в таком случае просто если ее снять это намного намного компактнее получается конструкция здесь по большому счету даже пытаться складывать не нужно я его сейчас приложу вот смотрите вот так вот вот как это у нас будет выглядеть можно это и так принципе использовать просто если нужно сэкономить место можно убрать например дополнительно отсюда бампер все в общем меньше вы никак не сделаете поэтому если какие-то трудности как-то уместить блок отдельно шоссе отдельно если место позволяет все вместе запихнуть можно сделать вот так поэтому смотрите как вам удобнее так собственно чтобы и разложить здесь есть рычажочек оттягиваем все это дело ставим обратно собственно и в путь в общем по коляске все что хотел я вам рассказать я вам рассказал как по мне колясочка очень очень достойная вообще не стыдно людям ее предлагать потому что она может быть как-то так мимо пройдете не обратите внимание но как только вы начнете ее катать юзать смотреть материалы изучать ее она действительно заслуживает внимание потому что придраться очень сложно ну и по внешнему виду я считаю очень такой стильный очень стильный такой вариант получился как такой smoking везде актуальный на любой вечеринке так и она на любой площадке будет смотреться так вот особняком очень неплохо ну а качество как я говорил претензий здесь нет поэтому если в обзоре вам все понятно то ставьте свой лайк подписывайтесь на канал если какие-то вопросы у вас остались пишите комментарии обсудим все подскажу если что-то вам не было понятно ну вот ну и а где купить вы прекрасно знаете ссылочка внизу на магазин первая коляска где же еще в россии покупать кроме как не у нас соответственно все добавить не больше нечего могу лишь пожелать хорошего грамотного выбора колясочки для вашего ребенка и всего доброго до свидания